Павел Николаевич, большой проблемой является нехватка мест в школе, ну, нарожали, что называется. Да нет. И теперь вот как решается эта проблема? Я знаю, вы уже не первый раз пытаетесь получить разрешение на пристройку. Нарожали, это неправильно. Да, действительно, в хорошем месте хочется жить, прежде всего, молодежь. Мы создали такую территорию, в которой действительно люди хотят приехать жить. А появление на нашей территории очень хорошей школы, ну, это не только здание, это именно сам коллектив 548-й школы, привел к тому, что люди, у нас ведь всегда, знаешь, как что объединяет наших людей, я всегда говорю, две вещи. Либо общая беда, либо дети. И для детей наши родители могут сделать очень многое, если не все вообще. Поэтому хочется дать лучшее образование детям, а нужно, значит, попасть в хорошую школу, и поэтому люди, в том числе, применяя всякие ухищрения, попытаются попасть в эту школу. Так и получилось. Покупали квартиры только для того, чтобы попасть в школу. После этого, когда уничтожили сельское поселение совхоз Ленина, вот этот принцип прикрепления домов к школе был уничтожен. Совет депутатов Ленинского городского округа отменил решение Совета депутатов сельского поселения. И сам факт того, что у нас обычно два первого класса должно было быть, а у нас уже на протяжении трех лет пять, привел к тому, что школа, конечно, стала перенаселенная. 550, официально можно было принять, ну, 600 детей, а на самом деле уже там 1070. Все это стало проблемой, плюс еще к этому есть же понимание того, что рядом школы не строятся, ни в Римском квартале, ни в Пригороде Лесной. Ну, сейчас в Пригороде Лесной откроют школу, но она не решит вообще ничего, потому что там уже девять первых классов. Горки Ленинские закрыли, часть детей переехала сюда в совхоз, в старую школу. Это, естественно, накладывает определенный отпечаток. Поэтому мы уже три года бьемся, пытаемся получить разрешение на пристройку к школе. И мы уже получили не один десяток разных отказов, потому что система бюрократии в Московской области привела к тому, что первое, разрешение настоятельства теперь получает, то есть дает правительство Московской области, но нет, не глава сельского поселения, как это было раньше, и даже не глава района, а им, в общем-то, плевать. Второе, что мы предъявляем им документы, но учитывая то, что они хотят как-то ухудшить жизнь в совхозе, они все время отказывают. И там же какая система? Они в 16-м году ввели так называемое согласование архитектурно-городостоятельного облика, чего не было, то есть это такая бюрократическая препона, и мы полтора года или почти два года бились с ними, доказывали, что мы строим такую же пристройку, как и школа. Что тут архитектурный облик, там все уже понятно. И вы же только что пустили в 17-м году школу, почему мы должны по новой доказывать вам, что там ширина стекла должна быть такая, или фасад должен быть вот такого цвета. Они придумывали всякие бюрократические крючки, чтобы не пускать нас. Потом мы все-таки добились того, что АГО согласовали, и пошли получать так называемое ЕСЭГД. Получили это ЕСЭГД, тоже они нам делали замечания, три раза мы там устраняли эти замечания, причем замечания друг другу противолечат. Но все-таки мы прошли этот путь и пошли за получением разрешения на строительство. И тут выяснилось, что откуда-то появились охранные зоны, которые давным-давно уже, их нет, потому что школа уже стоит, ее бы не пустили, если бы были какие-то охранные зоны. То есть они придумывают по-новой какие-то замечания и нам не дают разрешения на строительство. По моей просьбе Геннадий Андреевич Зюганов написал письмо губернатору, что это не дело, когда... Он говорит, школу-то, пристройка, это же даже не... Мы когда-то судились с правительством Московской области, пускали судом дома. Дома это все-таки полукоммерческая тема. Или там котельную они нам не давали, мы тоже судом пустили котельную. Ну, школу-то можно, это же общее дело. Несмотря на это, к Геннадию Андреевичу пришел ответ из правительства Московской области о том, что все делано правильно, что надо, скажем так, выполнять все требования законодательства Российской Федерации, Московской области. Да мы выполняем. Другое дело, что понятно, что они сами могут придумывать несуществующие проблемы, а потом заставлять нас их решать. Вот как это случилось тогда, когда у тебя в документах написано, что согласовывает Росавиация пристройку к школе, то есть школу, а надо было написать пристройку к школе. Ну, какая разница, школу или пристройка к школе, все равно шумозащитные мероприятия не нужны, ясно, что там никаких проблем. Рядом стоят 17-этажные дома, чего, скажем так, согласовывать с Росавиацией или с аэропортом Домодедова школу-то, она трехэтажная. Ну, там здравого смысла никакого нет, там есть только желание отказать. И последний отказ мы получили в пятницу, и опять начали исполнять их все нелепые требования, ходить, брать документы, что никаких санитарно-защитных сон нет, что рядом на земельном участке нет полезных ископаемых, там прут. Они что, не видят, что там прут? Видят. О чем тогда? Дайте нам справку, что нет полезных ископаемых. А справку получить две недели? Ну, даже нет, больше 16 дней. Там везде теперь регламенты. Поэтому мы, конечно, свой путь на коленях пройдем, просто обидно, что уж хорошие дела-то, такие, как мы сейчас это делаем. Ну, кстати, это не первое дело. Мы же два года добивались разрешения на строительство, продления разрешения на строительство в бассейне. Ну, рано или поздно бассейн стоит. Ну, просто не через два года после начала строительства, а через пять. Потому что нас держали все время они, а без закона, то есть без разрешения мы работать не можем. Ну, еще раз, это просто борьба единой России с нормальной территорией социального оптимизма. Так что теперь до выборов в Госдуму, до окончания хорошей жизни не будет? Мы пробьемся. Мы пробьемся, мы сейчас выполним все их дурацкие требования. Мы пойдем, в конце концов, в суд. Тем более, что судья-то рассматривает это арбитражного суда по-другому. Мы уже проходили это все. Она говорит, вы написали замечание? Написали. Вам выполнили? Устранили эти замечания? Устранили. Почему вы новые замечания еще пишете? Поэтому новые замечания судья уже не смотрит. Она просто принимает решение, что выдать разрешение на строительство. Или там, вот в эксплуатацию. Мы это уже делали. Просто это затянется еще на полгода. Мы пытаемся всегда договориться. Говорим, слушайте, вы от нас что-то хотите? Чтобы мы пошли вам навстречу по закону. Мы можем это сделать. Но вы тоже пойдите нам навстречу. Бюрократия это зло, Павел Николаевич? Это в России страшное зло. Потому что бюрократия, коррупционная бюрократия, это вообще ужас. Причем мы же ездим, общаемся с различными специалистами среднего звена. Они же все говорят, слушайте, мы сами работаем в этой системе. Мы видим, что она против людей. Потому что если разрешение строительства дается 3-4 года, как это случилось, а у нас в некоторых местах даже больше, то есть мы обращаемся, нам отказывают, обращаемся, отказывают, то многие просто опускают руки и ничего не строят. А некоторые вынуждены давать взятки. И вот эта фраза, что вы не давайте взяток. Подождите, но в России, если ты хочешь, ну скажем так, это всегда конкуренция. Если ты хочешь нормально конкурировать, ты должен быстро получать документы. А для того, чтобы быстро получать документы, ты должен все оформить идеально, а оформить идеально невозможно. Потому что там столько противоречащих друг другу норм закона, что чиновник всегда может найти что-то такое, он же чиновник, и вот отказывать. Вот видите, я говорю, замечание. А докажи, что на соседнем участке не прут, то есть полезные ископаемые, их нет. Ты должен справку получить. А докажи, что трехэтажная школа не мешает пролету самолетов. Ну докажи. Мы же одно время вообще до абсурда дошли с бассейном. Мы доказывали, что не только самолет не летает пловцу, который в плавательном бассейне трехэтажном, но и пловец не мешает самолету. То есть можно довести ситуацию до абсурда. И вот эта бюрократия, которая специально пишет законы, которые невозможно исполнить, а потом решает исполнить, не исполнить, она же и живет во принципе, денег принесешь, то вроде как я закрою глаза. Не принесешь. Поскольку мы взяток не даем, мы находимся в хвосте вот этой цепочки. Как эту правовую неопределенность преодолеть можно? Ну, это всегда преодолевалось так в Советском Союзе. Там такие же люди работали. Но минимум требований, которые действительно необходимы, и вот, кстати, об этом и «Единая Россия» говорила, что нужно регуляторную гильотину. Слышали вот такую фразу? Это как раз тот случай, когда огромное количество они написали подзаконных артов, ну или законов, которые не позволяют вообще двинуться никуда. Поэтому это надо уменьшать. Ну, это делается государством самим, что оно должно убрать вот эти вот все административные и другие требования. Это остальные правовые. А второе, это, конечно, как это было в Советском Союзе. Если бы кто-нибудь препятствовал строительству фермы, школы или еще чего-то, то первый секретарь обкома лишал партбилета, ну то есть обком, выгонял сволчьим билетом сразу. Ну, потому что все общее дело делаем. Как это так? Мы же школу пытаемся построить для детей. Уж кто как не власть должна была нам способствовать, она нам мешает. Она мешает строить бассейны, школы, она мешает торговать земляникой. Все это вот прям видно не вооруженным глазом. Она мешает жить людям. И кто вообще вот эти выборы начнутся? Кто будет голосовать за эту Единую Россию, за эту власть, которая просто сделала невозможное ведение бизнеса, жизнь на территории. Ну как? Поэтому мы свой путь проходим, пройдем, злимся, ругаемся. Ну, на них, конечно, не на себя. Выполняем все их дурацкие совершенно требования, абсолютно бездарные. И получим разрешение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Продолжение следует...